Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара Савицкая. Вы на моём вязальном канале. Сегодня я хочу ответить на анкету. Хочу ответить на вопросы тега с названием «Анкета вязального ютуба Люба». Вместе с вами я вяжу рукав для джемпера на 44 размер из замечательной махеровой пряжи. И буду отвечать на вопросы тега. Итак, первый вопрос. Он звучит так. Что больше любите смотреть? Фильмы, сериалы или видео реальных людей, в том числе вязальных блогеров? Ну, конечно, я люблю смотреть различные фильмы, комедии, детективы. Но в то же время я люблю смотреть и различных блогеров. Не вязальных, а просто блогеров. Например, вот доктор Комаровский в последнее время. Я его часто смотрю из-за вот этой вот возникшей всемирной проблемы, о которой все вы знаете. Ну, и других известных людей, и политических деятелей, и просто известных артистов, известных звезд шоу-бизнеса. Вот это я тоже смотрю. А вязальных блогеров смотрю, ну, конечно, не так часто, как хотелось бы. Но в то же время, конечно, я люблю смотреть и теги, и влоги. Так, далее. Какие видео вязальных блогеров вам больше всего нравятся? Влоги, теги, мастер-классы, готовые работы, покупки, обзоры пряжи и почему? Ну, из всего этого перечисленного мне всё нравится, кроме покупок, пожалуй. Я покупки, вот эти распаковки посылок, вот это мне смотреть, ну, не очень нравится. А вот больше всего я люблю смотреть обзоры пряжи, хочу сказать. Потому что мне интересно то, что если я из какой-то пряжи ещё не вязала, мне интересно, конечно же, посмотреть, послушать обзор и сделать себе закладку или просто какую-то информацию себе запомнить, что касается какой-то пряжи. Например, меня интересуют какие-то новинки, звереносые или там с альпакой какая-то интересная пряжа. Вот это мне интересно. Вот. И готовые работы, конечно, да. Конечно, да. Мне интересно готовые работы. Далее, значит. Сколько любимых блогеров, которых вы часто смотрите, чем они вас зацепили, почему именно они? Ну, любимых блогеров у меня много. Ну, может быть, человек 10-15 наберётся. И, ну, я просто делаю закладки у себя. И когда мне интересно, когда выходит какое-то видео, ну, я, конечно, подписана на них. И выходит информация у меня появляется. Я, конечно, смотрю этих блогеров. Чем они меня зацепили? Ой, это всё, это всё очень разные люди. Ну, во-первых, они, конечно, профессионалы высокого класса, у которых можно поучиться. Я, несмотря на мой возраст, я человек пенсионного возраста, я много не знаю из того, что знают они. Это высокого класса профессионалы. Потом, чем ещё зацепили? Ну, одна из них очень человек эрудированный, с чувством юмора, интересная подача материала. Вот. Ну, там другие, значит, у них по 300 тысяч подписчиков. Разные, разные есть блогеры. И они, каждая, каждый человек, каждый мастер своего дела, и каждый интересен по-своему. Вот. Вот. Так, далее. Какой там следующий вопрос у нас? Любите ли вы постоянные рубрики на канале? Да, я люблю постоянные рубрики. У некоторых блогеров, я знаю, выходит видео, например, по средам, или выходит видео по воскресеньям. Я вот это считаю постоянной рубрикой. Вот. Допустим, у себя на канале постоянная рубрика. Я могу назвать пока что, что вот у меня будет сейчас третий мастер-класс. То есть, как бы, постоянная рубрика мастер-классы у меня выходит. Вот. Ну, как бы, вот такой вот ответ. Далее. С пятницы по воскресеньям какие видео предпочитаете? Мастер-классы или болталки? Ну, наверное, болталки больше. Хотя я вот выпускаю, скажем, первую болталку, но это только потому, что я начинающий молодой влогер. Мне это интересно. И влоги, и теги. Ну, и я надеюсь, что я вот тоже буду не только теги. Вот сейчас у меня сегодня первый тег, что я буду тоже делать влоги. Ну, как говорится, всё впереди. Так, далее. Нравится ли вам популярные сейчас визуальные совместные проекты? Смотрите или пропускаете такие видео? Да, совместные проекты мне нравятся. Тем более, что я участвую уже во втором совместном проекте. Вот. И смотрю все, значит, все видео наших девочек. У нас 20 человек в нашем совместном проекте. Весь нашагает по планете. И считаю это таким важным и даже ответственным делом, потому как у нас все смотрят, значит, процессы друг друга. Все заходят, ставят, пишут комменты. И я смотрю видео всех наших девочек. Кроме того, на YouTube я смотрю некоторых блогеров, ну, моих, на которых подписано. У них там есть СП-ликвидация, там 53 человека. Вот, некоторых блогеров я тоже смотрю. Проект вот этот, ликвидация. Тоже там у них интересные процессы у девочек есть. Да, мне нравятся совместные вот эти проекты. Вот. Ну, я их смотрю, не пропускаю. Далее. Так, следующий вопрос. Вы увидели примерно одинаковый мастер-класс у любимого вязального блогера и у незнакомого. По какому МК будете вязать? Есть разница или нет? Ну, тут я поступила бы просто. Я посмотрела бы, сравнила бы оба. И если мне нужно, то, конечно, я предпочла бы известного блогера. Но, тем не менее, я всё равно добавила бы в этот процесс что-то своё. Например, какую-то регланную линию оригинальную. Или какой-то необычный там какой-то ещё вариант. Ну, и хочу сказать, что уже где-то около года я стараюсь создавать свои мастер-классы, свои процессы, свои проекты. И, ну, интересуюсь чужими мастер-классами как-то меньше. Так, далее. Если блогеры выпускают МК на узор, у вас не интересующие. Просто пропустите и будете ждать других видео или отпишетесь. Да, я их просто пропущу. Отписываться не стану. Зачем отписываться? Нет. Просто если в данный момент у меня какие-то свои планы, свои задумки, и мне какой-то узор сейчас просто не нужен, то, конечно, я просто пропущу. И отписываться не стану. Далее. Если блогер в своём видео рекламирует что-либо, пряжу, спицы и другое, как вы к этому отнесётесь? Ну, я остановлюсь на конкретном слове «другое». Потому что понятно. Пряжу, спицы – это всё понятно. Это как раз относится к нашему рукодельному ютубу вязальному. Это всё нужное дело, важно, это понятно. Но если они рекламируют что-то другое, то я это смотреть не буду. Вот. Мне это не нравится. Десятый вопрос. Смотрите ли вы рекламу любимого блогера? Если она часто раздражает, это или нет. Рекламу, да, смотрю. Я знаю и понимаю, что рекламу смотреть у блогера нужно. Это важное дело. Это важно, конечно, для того блогера, на которого, допустим, ты подписан. Поэтому, ну, рекламу, да, её смотреть надо, её пропускать не нужно. Далее. Ваши пожелания блогерам любимым и, если хотите, всем блогерам в целом. Ну, конечно, я пожелаю всем блогерам хороших, удачных проектов, лёгких петелек, успеха вашим каналам, значит, увеличение числа подписчиков, осуществление всех ваших планов и задумок, всех ваших целей, к чему вы идёте, к чему вы стремитесь, чтобы у вас всё получалось. Вот. И, собственно, на этом, на 11-м вопросе хочу с вами попрощаться. Если мои ответы вам показались интересными, напишите, пожалуйста, комменты. Я буду рада прочитать, ознакомиться. Вот. И на этом хочу попрощаться. Всего доброго. Пока-пока.